Добрый вечер! Начинаем нашу очередную встречу по понедельникам вокруг теории уровней и ее читателей и интересантов. За эту неделю было несколько интересных тем. Я веду полемику на Фейсбуке, отчасти в Телеграме. Но какие-то вопросы всплывают, и вот на этой неделе всплыло несколько интересных вопросов. Ну, один вопрос. Да, кстати, одна тема пришла нам. Есть украинские философы, психологи и всякие публицисты, которые собираются. Есть такой Юрий Романенко, и там довольно часто они собираются и записывают всякие обсуждения. Вот одно обсуждение было про столкновение цивилизации. И я зацепился там в самом начале. Юра сформулировал такую мысль, что вот, надо брать пример с Хамаса, как они хорошо используют нетрадиционные методы борьбы с превосходящим противником. Меня, конечно, это взбесило, но меня поразило еще другое, что среди обсуждающих вообще никто не провел никакой эмпатии, кроме там одной женщины, никакого сочувствия, никакой эмоции не проявил. А когда я этим возмутился, они сказали, ну, это же тебя касается. Меня касается? Ну, наверное, касается. Но их это не касается, это что, не про людей? Это что, про моих родственников только? Так, у нас Александр. Добрый день. Значит, я немножко расскажу какие-то мысли за неделю пришедшие, а потом ваши вопросы мы будем обсуждать. Значит, вот эта тема, значит, можно ли Хамас ставить в пример, да? Можно ли в мемеологического анализа кому-то сочувствовать? Это одна история. Вторая история, это... Вторая история... Значит, вот тот же Олег Хамяк, который там участвовал, он задал вопрос. А что такое квант? Это что, концепт или объект? Нет. Ну, давайте так. Я просто сейчас покажу картинку, потому что есть некоторая часть моей конструкции, которая, кажется, мне важной и недостаточно оцененной. Значит, во-первых, вот следующая конструкция у меня будет не книжка, а сайт. Вот такой вот индекс пока что. И вот здесь вот первая часть, вот шкала идеальных форм. Это довольно новая конструкция. Она уже есть в последней книжке. Так вот, нет вообще антологии самой по себе. Есть гносеология, которая представляет собой такую вот непрерывную шкалу от жизни, как она есть в ничьи на раздельном потоке, до нашего осмысления в разных формах. И вот на некоторый момент мы приходим к тому, начиная через события и факты, мы приходим к тому, что есть объекты. Но все эти элементы, они все несут на себя отпечаток нашей субъективности, потому что мы вырываем их из потока. Поток – это материальное, а все, с чем мы работаем, – это описание этого потока. И они все, конечно, субъективны, включая все объекты, о которых мы говорим. Как только мы начали что-то описывать, оно превратилось уже в идеальное. И там уже никакой материальной, никаких объектов уже нет, а есть объекты, как описание, сделанные нами для того, чтобы это все познавать. Вот. Ну, вот так. И картинка, которая… Это просто некоторое способ упорядочить мои рассуждения. Вот эти шклы идеальных форм вот здесь. Вот здесь вот будет… Ну, сначала тут были просто модели миф, религия, наука, а потом сюда всякие другие вещи складываются. Сюда складывается психология. Конфликт и коммуникация, как тема у меня есть, а какой науке отнести, я не знаю. Надо ли к социальной психологии, не очень понятно. Системы регуляции оказались вот здесь, в том числе и, значит, вина, стыд, совесть, эмпатия. А, значит, вот исторический прогресс оказался здесь. Ну, хорошо. Давайте, может быть, ваши вопросы. Кто хочет спросить, давайте. Александр пришел, хочет спросить. Давайте. Я пока въеду, подождите. Хорошо. Александр, вы что-нибудь читали? Какой вообще ваш уровень знакомства? Ну, я какое-то время назад, наверное, лет 5-7 знакомился с ТуАИ, с уровнями. Смотрел ваши видео по разным уровням. Вот. Они мне некоторую информацию дали полезную для развития в сфере воспитания детей. Свои какие-то собственные, да, построения делать. И сейчас я увидел, и мне захотелось как-то пересмотреть, потому что инструмент очень, по-моему, эффективный. Просто у меня не было времени на него уделить внимание. Просто увидел, что у вас вебинар. Думаю, попробую зайти, может быть, ну, как-то еще раз более глубоко на это посмотрю. Понятно. Значит, просто для тех, кто смотрит. Есть канал на Ютубе. Есть последняя книжка, называется «Теория уровней». Нет, не «Теория уровней». «Антропология для инопланетян» она называется. Вот. И там просто прям небольшими кусочками я на Фейсбук публиковал какие-то небольшие фрагменты без картинок. А потом сделал книжку. Она есть в электронном виде в книжных магазинах или можно бумажным заказать. Важно, что я ее, значит, начитал ее, эту книжку, как аудиофайл и выложил на Ютуб. Вот. И ее можно слушать. Они небольшие. Главное, что в этот момент, когда я публикую на Ютубе, мне нужно перевести в формат из MP3 в MP4. И там надо сделать обложку. Так я в каждой главе, соответственно, сделал такие иллюстрации, какие я не смогу ставить в книгу. Дело очень жесткое. Когда издательство берет книгу, оно смотрит, чтобы вы в чужих картинках не использовали. У вас были авторские права на все картинки. А тут я скопировал все картины, которые мне надо. Вот. Значит, ну что еще могу сказать? Что вообще у меня есть система моделей. Да? Система моделей. И теория уровня одна из них. Вот. Даже вот здесь видно, что уровни идут вместе. Там, где психология, там уровни идут вместе с кодировкой, разогревом и картой личности. Но уровни более мощная штука, чем вот эти психологические штучки. Они выходят... Ну, даже когда мы говорим о профессиональных сообществах, например, да, то понятно, что там есть и кодировка, и разогревка там важны. Например, если... Ну, понятно, что когда вы отбираете музыкантов, у вас будут одни кодировки. Когда вы отбираете художников, у вас будут другие. Потому что другая информация, да. Но дело еще хитрее, потому что, например, скажем, если вы отбираете философов, так они этих схем не чертят. У них исключительно все в тексте. Без картинок, без схем, без ничего. В тексте и желательно в устном тексте. Вот. А если вы отбираете математику, то там будет совсем другая подача информации. То есть профессиональные сообщества, конечно, связаны с кодировками. И с разогревом тоже. Потому что, скажем, длинные труды... Вот, скажем, поэты могут писать короткие стихотворения. А, скажем, какие-нибудь там историки вынуждены писать длинные книги. Поэтому там с темпераментами немножко по-другому. Другие-другие. Но уровни, конечно, самое главное. И уровни выходят... Ну, значит, уровни... Если берете один уровень, можно взять историческую эпоху целую. Если берете два уровня, можно определить политический режим. Если берете три уровня, можно определить экономический уклад, найти такого, из такой тройки. Если берете по четыре уровня, у вас будут разные... Значит, гражданская позиция бывает. Например, один, два, три, четыре. Это народ как бы не образованный. А два, три, четыре, пять – народ чуть более образованный. Вот. И это одна группа, группа товарищей. А, скажем, три, четыре, пять, шесть – это хорошая... Это хорошая элита такая, благородная. Вот. А, скажем, один, три, пять, семь – это элита такая, значит, популистская. И она заботится, в общем, о себе, а народом манипулирует. Ну, и вот случай там, отдельно случай Трампа, отдельно случай Путина показывает, что если вот эта плохая элита соединяется с необразованным народом, то получается очень нехорошая конструкция. И вот очень трудно потом этой хорошей элите, которая думает о благе нации или о благе там больших групп, это очень трудно потом выправить ситуацию. Поэтому это такой довольно мощный инструмент анализа. Вот. Я, конечно, опять же, фокус перемещался в моих исследованиях. Когда-то я начинал с педагогики, да, и говорил, что вот если... Ну, это можно посмотреть, скажем, у того же Акунина, у него тоже перемещался фокус, он рассказывает, как. Когда-то можно было... Мы думали, что можно повлиять через образование. Потом я стал думать, что можно повлиять через философию. Вот. Теперь я думаю, что, может быть, можно повлиять как-то через мораль. Потому что вот этот случай обсуждения, скажем, истории с Хамасом и израильскими событиями, ну, и украинскими событиями тоже, он, в общем, требует такого точного морального анализа. И уровни дают такую возможность. В частности, спрашивают, а что такое справедливость? Мы не можем определить, что такое справедливость. Она у каждого разная. В том-то и дело, что когда были небольшие сообщества, то в них, в этих сообществах, у каждого был свой механизм регуляции. Потом это стало все сливаться через глобализацию, урбанизацию. И сообщества начинают, эти пузыри соединяться в один капли, из капли получается большое море. И многие механизмы сосуществуют. Поэтому каждый может понимать по-разному. Возникают всякие конфликты, и люди как-то их пытаются развлить. Но сам анализ этих природных механизмов регуляции, он имеет смысл. Вот это будет вот здесь в части этика и мораль. У каждого четного уровня есть своя система регуляции. 2, 4, 6, 8 – это 2 – это вина, 4 – это честь и стыд, 6 – это совесть, 8 – это эмпатия. И это тоже совершенно такой неочевидный ход. Например, тот же Олег Хомяк в «Толкновении цивилизации» рассказывает историю Звягинцева, как он рассказывает Долину о том, что у него была клиническая смерть, и после этого он стал думать, кому он что сделал плохо. То есть фактически у человека пробудилась совесть. Я вообще сильно сомневаюсь, что у Звягинцева плохо с совестью, но важно, что это как бы считается, что обдумывание своих поступков, где я что сделал плохо – это какой-то изряд выходящий случай. На самом деле, если у человека есть то, что называется шестерка, внутренний диалог, то он все время этим занимается. А если есть восьмой уровень – эмпатия к другим, к чужим чувствам, то он тем более этим занимается. Вот. Ну, вот такие рассуждения. Давайте ваши вопросы, может, темы какие-то подкинете. Что для вас наиболее актуально из этого всего? Я хотел сказать, что я дослушал этот последний цикл на Ютьюбе, ваши лекции по последней книге. Хочу сразу сказать, что очень легко слушается. Ролики короткие, емкие, и ничего сложного материала там нет. Там все, что, по сути, изложено в старых ваших книгах, ну, может быть, под каким-то новым углом. Очень интересно и быстро. Рекомендуешь, да? Да, я рекомендую всем, конечно, послушать. Но пока я перевариваю, конечно, там, если из нового, что я для себя подчеркнул. Ну, во-первых, подчеркнул для себя советы по воспитанию ребенка. У меня же как раз сейчас младенец, и по воспитанию во время плача напомнили вы мне, что это нулевой уровень, и что нужно, конечно же, на плюс один всегда к нему стараться подходить. Вам плюс-минус один. Стараемся. Плюс-минус один. Да, конечно. Постараемся плюс один, но понятно, что в крайняк минус один. Ну, понятно. К нулю минус один не подстроишься. Там просто надо его прижать к груди, когда я заплакал. Ну, вообще, когда люди не реагируют на детский плач, меня это, конечно, сильно шокирует. Хотя тут вмешиваться тоже, как правило, нельзя. Но ребенок просит, значит, он просит помощи просто. У него нет другого способа просить помощи. У меня есть, кстати, не знаю, может быть, какая идея или, не знаю, мнение свое. Можно вот для тех, кому лень, все-таки даже вот такой вот разжеванный материал через YouTube прослушивать, да, а у нас не все еще до конца там, я уж молчу, что книгу дочитали, а даже YouTube не досмотрели. Можно вот так вот каждую встречу, там материала действительно очень мало, каждую встречу просто по главе вы проговариваете. Разбирать? Нет. Ну, я уже прочитал это, поэтому можно прослушать. Но если вы хотите какую-то тему обсудить, дополнительные разговоры вокруг какой-то темы, скажите, какую. Ну, да. Я могу ее в трех словах изложить и в четырех еще что-то пояснить, там просто ответить. Вот мне сейчас... Для этого надо же все прослушали до конца. Ну, все. Если ты какую-то тему хочешь обсудить. Ну, вот тема... Ну, вот воспитание ребенка, да. Воспитание ребенка, да. Ну, это кооперация, вот это вот, да, вот на этой картинке. Тут коммуникация и конфликт, да. Значит, соседние уровни сотрудничают, далекие уровни враждуют, одинаковые конкурируют. Вот. Ну, и коммуникация, это вот хорошо... Ну, вот эта шкала уровней, она особенная, потому что тут надо плюс-минус один. А по другим шкалам надо, опять же, надо совпадать. То есть по темпо-ритму совпадать, по кодировкам совпадать. Чтобы дошло сообщение туда-сюда. Но воспитатель, учитель, старший, он вообще должен нести информацию по всем каналам. Это мой такой принцип. И самое главное, что я рекомендую, скажем, ученикам, ну, когда он решает задачу на экзамене, да, то есть использовать все каналы как автокоммуникация. То есть использовать все каналы. Вот, видишь условия, читаешь громко вслух. Слушай, слушай, что ты прочитал. Представляешь себе, что происходит на самом деле, какая реальность за этим стоит, желательно в деталях, как картинку. Потом начинаешь... Можно сделать схему, выделить смыслы, да, выделить сценарий, что там внутри происходит. То есть обработать информацию так, чтобы по всем каналам какая-то какая-то новизна, какая-то информация прошла. И тогда ты используешь все свои возможности. И тогда твои способности, как бы, включаются максимально. И так же, когда ты кому-то сообщаешь, ты должен иметь в виду, что он, может быть, по какому-то каналу одному слушает, а ты не знаешь, по какому. Поэтому при этом по всем каналам. Вот. И когда девушка, я делаю книжку, да, я должен туда и текст, и схему, и картинку, и сюжет из реальной жизни. Вот. Ну, и вот по этой шкале, вот от событий, фактов туда, это скорее напоминание нам, что нам надо перемещаться. То есть, обычно, если человек может на одном уровне каком-то обобщение, то значит, он, конечно, транслятор и никаких людей не порождает. Если человек может по вертикали легко перемещаться, то есть взять события, взять, превратить его в обобщение, потом подобрать к нему модель, образ и картину мира, то это значит, он автор. Вот. Вот тут вертикальное перемещение, ну, тут тоже как бы по всей шкале надо двигаться, но тут хорошо работает вертикальное перемещение. Вот. Ну, что еще? У нас осталось чуть меньше десяти минут. Вот. Ну, вот эта вот структура такая древовидная, я буду ее так... Это немножко другое, да? Все-таки звук последовательный, но небольшой, а здесь структура, схема в основе. Ну, тут можно войти внутрь будет. Вот в каждую можно будет войти отдельно. И там так сделано, чтобы можно было прочитать и послушать, и на Фейсбуке посмотреть. То есть там клиповое сознание. Здесь такое структурно-клиповое, скажем так. Каждая страничка может быть небольшой, но они связаны понятным образом, понятной структурой. Ну, структурно-клиповое, это как раз для геймеров, на которых я все-таки настаиваю, надо сориентироваться, но для этого надо собрать команду, надо определиться, как на них действовать, ну, какой-то план поготовить. Конечно же, вот через твич вещать, но для этого нужно какой-то стиль подогнать. Ну, это ты как бы мечтаешь немножко, да? Да, я только мечтаю. Я только мечтать люблю, делать я не люблю. Вот. Ну, пока нет таких конкретных идей, просто мечты только. Ну, хорошо. В любом случае, я буду эти встречи организовывать каждый понедельник. Пусть люди приходят. Я могу время позже или время раньше, кому что удобно. Но мне кажется, что это важно. Мне кажется, что другие авторы имеют как бы с этого свой результат, свое место для читателей. Какие-то новые темы появляются, какие-то новые идеи будем обсуждать. Для тех, кто загадает на YouTube, там есть много-много всего материала за много лет уже собрано. И очень рекомендую. Ну, ладно. Последний вопрос можете задать, и дальше разбежимся. Есть последний вопрос? Я могу попытаться. Давай. Ну, прошу прощения, у меня просто сейчас почти нулевой уровень. Хорошо. Я вот помню то ощущение от какой-то области ваших текстов, что при столкновении низших, вот плохих элит и плохого народа с высшими, то более хорошим делать вообще нечего. То есть им лучше свалить. У меня сложилось такое впечатление. Ну, просто, когда я говорю о плохой элите, это не просто низкие уровни, это как раз такая хитрая конструкция 1-3-5-7, когда человек не признает никаких правил, все нарушает все обещания, не уважает ничего мнения и так далее. То есть 1-3-5-7. Вроде он высокий, но одновременно низкий. И избегает вот этого, избегает кооперации. Вот он легко противостоит и высоким, и низким, да. Но если он объединяется с низкими, чисто низкие, чисто высокими, не могут договориться. И прямое столкновение приводит к тому, что высокие погибают. Но человек как бы все равно какую-то часть у своей внизу, и он должен работать не один, а в кооперации. То есть высокий должен брать себя помощника, а тут себя помощника, а тут себя помощника, и все вместе они могут предустоять вообще и в том числе низким уровнем. Ну, например, у фирмы есть охранник, который не пускает пьяных, например, да. У охранника невысокий уровень, но он соблюдает правила, он кооперируется со своим начальником, а то еще с начальником и так далее. То есть через кооперацию. Но это как бы то, что мы наблюдаем, поэтому тут нет противоречия с наблюдаемой реальностью. Есть ли теоретический подход к спасению Отечества? Ну, Отечество уже как бы сошло так далеко, что отечество... Ну, как сказать, можно говорить об отдельных людях, об Отечестве я уже говорить не могу, потому что большая часть Отечества свалила. Вы-то где, в Москве? Нет, я город Киров. Киров. Ну, не знаю, чем... Я когда-то с вами встречался в Петербурге, на Васильевском острове. Вот, собственно, с тех пор я... Но потом я переехал в Киров. Понятно. Далеко. Вот этот образ, кастрюлька с молоком, которая все время выкипает, и все сливки уходят снаружи, куда-то утекают. Это вот система такая. Вот. Не знаю. Тут Россия просто превращается в выжженную землю по части культуры и по части, как бы, общественной тусовки. Ведь от чего, как бы, чем живет интеллигенция? Дискуссиями. Вот. Сопоставление мнений, да, есть парламент, есть пресса, есть всякие споры публичные и политические, и культурные, и прочее. Все, все полили, как бы полили дустом. Все сожгли, ничего не осталось. Площадки нет. Порядка в интернете, но тогда спрашивается, за что мы боремся. Вот. Ну, вот, можно говорить с конкретными людьми, с конкретными группами, но с Россией вообще, в общем, я как бы не вижу собеседника. Не, ну, это уже какой-то ход. Да. То есть, хотя бы частями. Да. Нам надо говорить о конкретных людях, и если какие-нибудь собираются в группы, то надо группам как-то между собой договариваться. Ну, есть такой термин, сетевое государство. Да, вот. Когда без земли, но с коммуникацией. Коммуникацией, кооперацией. Это возможно. У меня есть, по крайней мере, один друг, который эту тему разрабатывает. сетевого государства свободных граждан, которые сами определяют, чего им надо, чего нет, и не зависит от назначенных начальников. Ну, это вот тоже тема. Это было бы прикольно. Мне кажется, они даже могут валюту свою выпустить. Могут, но там надо защищаться, потому что чем сильно, чем сильны государства? Они сильны вот этим самым низшим народом, который составляет армию, там, полицию, и прочее, и прочее. И он, опять же, в руках манипуляторов способен уничтожать все, что ему не нравится вот этому конкретному. Не, ну, сетевое государство, оно же может, например, не вступать в прямые такие конфликты. Вот мы этим занимаемся. Вот надо собирать, но нужны как бы общие темы. Можно, тут можно продвигаться, да, можно кооперироваться. То есть, сети, это как бы совершенно новое поле, где масса новых возможностей, и люди еще не до конца это осознали. Вот. Ну, что могу сказать? У нас сейчас закончится наше время. Давайте прощаться. Значит, пишите мне, но такая живая запись, я думаю, что это интересно. И в следующий понедельник продолжим. Все. Счастливо. До новых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова